Хорошее правительство распознается благодаря тому, как оно относится к детям, старикам, больным и нуждающимся. Это правило не изменилось и в современном мире. Как заботятся о стариках в России, вы судите сами. А вот в совхозе имени Ленина им уделяют особое внимание. В дню пожилого человека ЗАО совхоз имени Ленина организовал очередную раздачу денег. Как пояснил нам директор Павел Николаевич Грудинин, эту выплату народное предприятие осуществляет регулярно на основании коллективного договора. Павел Николаевич, какие меры социальной поддержки и как регулярно они осуществляются в совхозе имени Ленина? Меры поддержки традиционные. Все меры поддержки пишутся в коллективном договоре. Поддержка пенсионеров и детей у нас очень сильно развита. В этом месяце они получили у нас овощи. Традиционно это делаем. И одновременно они получили раз в квартал, они получают денежное вознаграждение, материальную помощь. В этом году мы ее увеличили. Обычно мы на 4 тысячи в месяц. В квартал платим 5. Ежегодно мы принимаем наш коллективный договор. Это такой, как свод законов или свод отношений между администрацией и трудовым коллективом. Это разные. Кстати, они постоянно меняются. Потому что инфляция идет. Соответственно, приходится увеличивать суммы, выплаты. Ну и там новые всякие предложения появляются в коллективном договоре. Пенсионеры с благодарностью принимают поддержку, которую, кстати, оказывают 4 раза в год. А осенью, после сбора урожая, им дополнительно выдают овощи на зиму. Бывают жизненные ситуации, когда нужна дополнительная помощь. ИЗАО оказывает ее своим старикам. Спасибо, спасибо, спасибо. У меня тут инфаркт был. Да, но спасибо совхозу и Павлу Николаевичу. Материально поддержали. И я не устану повторять. Это наша малая родина. Это родные люди, которые порядочные, которые сочувствуют. Работники и пенсионеры совхоза имеют право обратиться. И у нас есть разработанная схема. Профсоюзный комитет подписывает заявления о материальной помощи. И мы помогаем. Слушай, тут есть две стороны медали. Первая, вроде как, все должно делать государство. И это государственная полномочия бесплатное здравоохранение обеспечить. А есть жизнь. И ты постоянно сталкиваешься с тем, что огромные деньги нужно заплатить за онкологические исследования, за операции, за операции, связанные, допустим, со сердечно-сосудистыми заболеваниями. Детей почему-то у нас бесплатно не лечат. И многим не хватает денег на лекарства. И поэтому, да, у совхоза есть специальная разработанная программа. Есть положение. И мы помогаем всем прорезть. Я родилась в этом совхозе. Вот 80 лет. То, что я родилась в бараке. Была ужасная жизнь. Света не было. Если бы поднялись сейчас мои родители и увидели такую красоту, каким стал наш совхоз, какой поселок, какая красота, как здесь здорово, как красиво. Огорчают только вот эти вот распри. Мне так хочется вспомнить басню. Зачем на бал пришел медведь? У нас было мирно, хорошо. Конечно, я очень довольна. Вот получили овощи. Совхоз был Грудинин наш Павел Николаевич. И какая-то поддержка к праздникам. Очень поддерживает. У меня небольшая пенсия. Поэтому мне здесь очень комфортно, очень хорошо. И я рада. И всегда говорю, дай Бог Павлу Николаевичу Грудинину здоровья и благополучия. Чтобы он удержал наш совхоз целым. Чтобы мы жили, как прежде, мирно. И всем было комфортно. Я очень благодарна Павлу Николаевичу за его помощь пенсионерам. Таких директоров никто не знает. К Новому году поздравляет. К 8 марту. К Дню Победы. И к Дню пожилого человека. Четыре раза в году поздравляет нас. Здоровья ему. Здоровья, крепости. Силы, помощи Божией во всех его делах. И многое-многое лето. Да, да, уже много пришло. С утра идут, идут получать денежки. Все радостные, очень довольны. Благодарят Павлу Николаевичу. Так, пожалуйста. Пять тысяч. Все. Денежек с праздником вас. Пенсионеры совхоза живут под защитой, а дети растут счастливо. Вот поэтому совхоз имени Ленина и называется территорией социального оптимизма, которую пытаются разрушить заезжие рейдеры. Но мы еще больше сплачиваемся вокруг авангарда Павла Грудинина и трудового коллектива ЗАО. Вместе победим. С вами был ТВ Совхоз. До новых встреч. Продолжение следует...